Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамду лиллах. Ва салату ва саламу аля Расулиллах. Аля алиху асхабих аджмайин амма баад. Продолжим грамматический разбор Сура Аз-Зальзала Землетрясения. Мы остановились на 4-ом аете. Явма-Изин тухаддису Ахбар-Раха. В тот день расскажет она, т.е. земля, свои вести. Явма-Изин тухаддису Ахбар-Раха. Явма-Изин тухаддису Ахбар-Раха. Признак поджа нас или винительную поджа в этом имени. Явма-Изин тухаддису Ахбар-Раха. Слово Явма состоит в смысловой связке с глаголом тухаддису. Также можно сказать, что явма-Изин тухаддису Ахбар-Раха. Явма-Изин тухаддису Ахбар-Раха. Явма в любом случае это мудав. Велие первым членом изофитного сочетания. Ва-Из, которое проходит после слова Явма, это у нас Исман-Мабнив, имя с неизменяемым окончанием, тоже является Зарфом. Т.е. это имя, в основе обозначающее время совершения действия, т.е. в день, когда расскажет она и т.д. Исман-Мабнив, имя-Изин тухаддису Ахбар-Раха. Исман-Мабнив, имя-Изин тухаддису Ахбар-Раха. Ахбар-Раха, имя-Изин тухаддису Ахбар-Раха. Мудав-Изин тухаддису Ахбар-Раха. можно удалить для краткости или заменить Тануином. Во фил хаقيкати от Тануина хуна айвадун ан саласи джумалин. А на самом деле Тануин здесь является заменой сразу трём предложениям. Так в основе у нас было, например, «Яум из тузал залюль арду, ватухриджу азхкаляха, вайякулю линсану иля ахри». То есть в тот день, когда земля будет сотрясена, она извлечёт свои ночи и человек скажет и так далее. Значит, чтобы не повторять все эти три предложения, для краткости их заменили этим Тануином. Так же, как в русском языке, например, мы скажем «в тот день», то есть «в тот день», когда произойдёт вышеупомянутая. Значит, это у нас мудлафна. Уаль джумалюль махзуфт, а удалённое предложение, или уаль джумалюль махзуфт, а удалённое предложение, это у нас мудлафна или второе члено зафетного сочетания. КАНА МИН ХАКИХАНТАКУНЫ ФИМАХАЛИ ДжАРИН Эти удалённые предложения, они имели право на то, чтобы быть поставленным на место паджа-джар в родительную поддержку. Значит, эти три предложения были удалены для краткости, а на их место поставил Тануин замещение, Тануин замены, который и заменил их. Это Тануин явился причиной того, что Ид на конце получил огласовку Касра в избежание встречи двух суконов. ЛИДАФАЛИ ЛТИКА ИССАКНЫЙН Так как Тануин, на самом деле, Тануин – это одно из сакна, это суконированное «нун» на конце. ТАЛЬХАКУ АХИРУ ЛИСМА, который добавляется на конце имени. Дальше, ТУХАДИТА, это у нас феулон мударен, глагол настоящего будущего времени. МОРФООН, поставленный в состояние нрав в изъявительное наклонение. ПОЧЕМУ ИТАЖАРУДИХИМ НА НАСУБИ ВАЛЬДЖАЗМИ, так как он свободен от амилов, от факторов, насыпей и джазма. У АЛАМАТУ РАФАЙ, признак состояния нрав в этом глаголе. АЛАМАТУ ЗАХРАТУ АЛА АХРИХИЯВНОЕ ДАМУ НА ИДАМУ НА ИВА КОНЦЕ. У ФААЛИХУ ИУ ФААЛИ, действующее лицо, это у нас ДАМИРУН МУСТАТРУН ФИИХИДЖАВАЗАН, скрытый в нем в допустимой форме местомения. ТАКДИРУ ХУ ХИЯ, скрытым местомением, здесь является местомение ХИЯ, ГЛАГОЛ ТУХАДИТУ, со своим ФААЛИМ, то есть действующим лицом, все это джумлетун фиалитун, глагольное предложение, ДжАВАБУ СЧЕРТЫ, является ответным предложением, ответом ЛА ИЗА, ЛИ ИЗА, для условного имени ИЗА, ЛАМАХАЛЛА ХАМИНАЛ ИРАБИ, не иметь места в падеже, потому что мы сказали, что ИЗА ГОЙРУ ДжАЗМА. Дальше, ДжАВАБУ СЧЕРТЫ, то есть предложение, состоящее из условного предложения и его ответа или следствия, то есть ИЗА ЗУЛЬЗАЛЯТИЛЬ АРДУ, ТУХАДИСУ АХБАРА, и т.д. Когда земля будет сотрясена, она расскажет, и т.д. Все это вместе взятое у нас будет, ДжАВАТУ НИБТИДА ИЮТУН, начальное предложение, ЛАМАХАЛЛА ХАМИНАЛ ИРАБИ, не иметь места в падеже, Аллаху Аулем.